Девушки отдыхают 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 Вот это будет первый час, поэтому, пожалуйста, вот с этими вопросами звоните в первый час, мы поговорим об этом с Татьяной Говоровой. А во втором часе к нам придут представители крупнейших компаний Кировской области, Кировспецмонтаж, к нам придет фирма Маяковская и железный, и все генеральные, в общем, топ-менеджеры все придут. Мы тут будем говорить о том, как строительные компании видят развитие нашего города и свое место, вот в этом генеральном плане, может быть, кто-то уже направил свои обращения, а вот как эти обращения посылаются разработчикам генплана, от кого они могут быть направлены, могут ли еще быть направлены, вот это все мы будем сейчас выведывать у Татьяны Вениаминовны, потому что, судя по всему, поскольку вот есть рабочие группы, привлекаются разные эксперты и даже не только специалисты, но и общественники, и судя по тому, как сейчас обсуждается этот генеральный план, вроде бы как-то процедура его обсуждения, принятия заказа вообще изменилась. Изменилась по сравнению с прошлым, ты имеешь в виду? Ну, возможно, я не знаю, я не обсуждала, вроде бы, я не знаю, но это все нужно выяснить, потому что, в общем, я следила за тем, как обсуждается генплан и стратегия, кажется, что больше этих обсуждений и больше вовлеченных людей. Так ли это мы сейчас выясним? Итак, Татьяна Вениаминовна, почему сейчас, вот в этом году, 2020-м, разрабатывается новый генеральный план муниципального образования город Киров? – Добрый день еще раз. Генеральный план разрабатывается уже с 2019 года. Был заключен контракт между управлением градостроительства администрации города Кирова в 2019 году и акционерным обществом Гипрогор. Это проектная организация, которая находится в Москве. 70 лет этой организации старейшей и опытной исполнилась, и группа большая специалистов, архитекторов, они трудятся над разработкой нашего генерального плана, потому что в 2020 году завершается генеральный план, который был утвержден в 2007 году. Городостроительный кодекс сейчас определил, что срок действия генеральных планов 20 лет, значит, тот генеральный план, проект, про который мы сейчас говорим, который будет представлен в Думу в декабре после процедуры публичных слушаний в конце декабря на заседании Думы, он будет действовать сроком до 2040 года. И вот этот период называется расчетный. При этом первый срок, первый этап реализации уже выделяют 5 лет, это 2025 год. И окончательный расчетный период, 2040 год. Давайте, прости, вернемся буквально на шаг назад к компании, к акционерному обществу Гипрогор Москва. Это тоже такие вопросы возникали. Почему они? 70 лет организации, понятно, но всегда возникают такие вопросы. А почему не наш какой-нибудь Гипрогор? У нас был открытый конкурс. В конкурсной документации было описано, по какой территории будут работать, какую документацию необходимо выполнить, какие специалисты должны быть. И самое главное, что у нас город сложный в отношении инфраструктуры, инфраструктурного подхода. Он у нас выходит за 500-тысячный размер по населению. И некоторые объемы генерального плана, материалы и положения, они секретны и совершенно секретны. Поэтому это основное требование также было изложено в конкурсной документации. В Российской, совершенно верно, в Российской Федерации таких организаций, которые одновременно являются планировщиками, разрабатывают генеральные планы, документы территориального планирования и одновременно обладают степенью, которая дает им возможность работать с городами свыше 500 тысяч, к требованиям, которые проявляются к съемному подоснабжению приказом президента. Их не так много. Их единицы. Вот тот вопрос, который Светлана уже задавала. Насколько вовлечены в этот раз оказались те же самые строители, общественники, еще кто имел, по крайней мере, право вносить какие-то изменения, замечания. Подожди, прости. Я сейчас буду Дашу перебивать. Недолго работаю, Даша, всего две недели. Потом уйду опять. Я потерплю. Прости, потерпи. Да, у меня тут насчет вовлеченности у нас тоже есть этот блок, просто хочется еще раз по срокам. Итак, Дума соберется в конце декабря, чтобы уже принять генеральный план. И он начнет работать. Наверное, сейчас нужно рассказать о процедурах, которые предшествуют Думе, чтобы было понятно, что мы идем к декабрю. Подождите, ответьте на мой вопрос. В декабре уже точно нужно принять. В декабре нужно принять. Все. Вот до декабря какие процедуры должны пройти, соответственно, что сейчас происходит и как привлекаются специалисты и общественность? В соответствии с контрактом пройдены все этапы разработки. Я остановлюсь немножко на этих этапах разработки, потому что сам генеральный план сейчас, он, вот, все исследования, которые проведены, это 14 книг, 14 томов и 27 листов графических материалов. Они появились на основании исследований, которые велось и по аггломерационному развитию, по предпосылкам, которые связаны с пространственным развитием, и полностью изучили все материалы, которые содержатся в программных продуктах Кировской области, города Кирова, схемы территориального планирования. То есть все этапы разработки генерального плана мы прошли. Сейчас по проекту с 7 июля назначены публичные слушания. Продлятся они до 17 сентября. Публичные слушания. И в 3 августа состоится собрание. Это тоже все требования градостроительного кодекса проводить собрание в период публичных слушаний. Все остальное время период публичных слушаний мы ведем протокол, принимаем предложения от участников публичных слушаний, которыми являются все жители города Кирова, правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков. Принимаем все предложения, включаем их в протокол для дальнейшей аналитики. 17 сентября заканчиваются публичные слушания. В итоге появляется заключение по результатам публичных слушаний. Материалы публичных слушаний направляются главе администрации города. То есть мы сейчас... Публичные слушания — это процесс такой? Это длительный процесс. Из чего он состоит? Он состоит, как я еще раз сказала, из собрания, из экспозиции демонстрационных материалов ежедневных, которые проводятся в администрации города Кирова, в зданиях, в холле, и в четырех зданиях территориальных управлений. Они доступны. Эти материалы доступны. Кроме этого, мы сделали там консультации, консультационные дни, которые также указаны в постановлении. Сегодня мы будем проводить такие консультации на авиатском районе. Далее у нас расписаны все остальные районы. Мы будем в холлах. Мы сделали это в вечернее время. Полтора часа, два часа нашего присутствия. Мы будем разъяснять основные положения тем, кто не может приехать по каким-то причинам в администрацию города Новоровского, 39, и хочет спросить прямо недалеко от места жительства. Вот такие консультации у нас будут вестись. Собрания. Но по градостроительному кодексу необходимы собрания. То есть консультации мы делаем, учитывая структуру нашего города. Вот я горожанин. Я сейчас нас слушаю и думаю, да, я хочу прийти и послушать специалиста, который мне расскажет, что затеяли. Что я должен сделать? Какие у меня действия? Нужно открыть постановление главы города Кирова, которое находится на сайте о назначении публичных слушаний, посмотреть расписание в территориальных управлениях, когда будут присутствовать специалисты управления городостроительства. Если он хочет получить консультацию и приехать в эти часы, если он хочет просто ознакомиться самостоятельно с демонстрационными материалами проекта, изучить их более подробно и потом уже сформулировать вопросы, он может прийти в любой день. В холле, в доступном месте размещены демонстрационные материалы. Я добавлю еще в интернете. В интернете размещены на сайте. И для удобства населения выложены презентационные материалы, которые могут сразу ответить на вопросы, которые помогут разъяснить, на какие же вопросы отвечает генеральный план. На сайте мы вчера смотрели, нужно спуститься, открыть адмкиров.ру, спуститься в подвал на синее поле, там есть раздел «Городостроительная деятельность», потом «Генеральный план», и там все. Да, там выложены две презентации, разъясняющие основные положения и непосредственно вот этот объем большой демонстрационных материалов, которые, наверное, не каждый готов изучать. Вот это большое количество томов и большое количество чертежей. Ну вот, меня хватило только на 40 листов презентации, я подумала, что я потом просто у вас уточню все непонятные моменты. Но, в принципе, все кировчане так и могут по такому же принципу сделать. То есть вы можете изучить презентацию, что-то себе выписать, вещи, которые непонятны, прийти в администрацию и там уже получить консультацию, где специалисты уже точно объяснят все какие-то тонкости. Сегодня вот 30 августа, сегодня четверг. Июля. Июля, сори. А 3 августа это понедельник уже. То есть вот в понедельник состоится собрание, где, какое, кто туда приглашается. Есть ли ограничения какое-то по количеству людей? На собрание приглашаются. Вот участниками публичных слушаний по генеральному плану являются все жители города Кирова. Поэтому одно из основных требований, и мы даже должны вести журнал и записывать, что это именно житель, мы должны проверять паспорт с пропиской, чтобы убедиться, что к нам на собрание они могут прийти из других городов, но они не будут участниками. Они не могут влиять на мнение по этому проекту. Поэтому все жители города Кирова добро пожаловать на собрание. У нас войдет в зал порядка 250 человек с ограничением санитарным, которое мы вынуждены установить. Масочный режим будет соблюдаться. Будет проводиться термометрия, рассадка специализированная в зале. Лучше прийти заранее, в общем. Поэтому в 16.00 у нас начинается регистрация участников и заполнение как раз вот этой регистрационной карты участников собрания. Мы будем провожать их в зал. И с 17.00 начинается работа по проекту. Наверное, часа два мы будем работать. Это в городской администрации? Этого городской администрации в актовом зале на втором этаже. Мы будем всех встречать на первом этаже с улицы Ворусска в 39 вход. В холле мы будем всех встречать и проводить необходимые мероприятия, провожать в зал. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Зовут меня Антон Абатуров. Я представитель Федерации воспитанного спорта Кировской области. Здравствуйте, Антон. Слушаю ваш эфир. Ознакомился с презентациями, которые выложены. Там, конечно, в презентациях довольно кратко все отображено. Все тома я, к сожалению, не просмотрел. Это требует довольно много времени. Хотел бы задать такой более конкретный вопрос для понимания моего, ну и жителей города, и в частности, по велосипедистам. В генплане как-то учтено ли в будущем развитие велосипедной инфраструктуры? Как-то вообще закладываются ли туда места в городе для будущих велосипедных маршрутов, для велодорожек, например? То есть это, наверное, вообще, как будущее развитие города или нет? Антон, а вы когда просматривали то, что успели просмотреть, вы увидели что-то по велосипедной инфраструктуре? Или не увидели и поэтому заинтересовались? Да, я посмотрел, но прямо так, чтобы сделать однозначное заключение для себя, что вот это там действительно будет, я не смог. Я не увидел. Спасибо большое. Антон Абатуров, представитель Федерации велосипедного спорта. Ну вот, да, я видела момент такой, что у каждого второго жителя города должен появиться автомобиль, а вот ничего про велосипеды я тоже, к сожалению, не увидела. Может быть, это не попало в презентацию? Ну вот, для того, чтобы понимать ответ на этот вопрос, нужно понимать, что генеральный план — это документ пространственного развития, причем единственный, который определен Городицейским кодексом, территория нашего муниципального образования, город Киров и 134 населенных пункта. Надо понимать, что мы в генеральном плане не увидим ни то, что касается благоустройства дворов, мы не увидим конкретное местоположение объектов капитального строительства, которые нужно построить, мы не увидим, допустим, ничего про эксплуатацию, про ремонты каких-то объектов, мы не увидим конкретные архитектурные решения. Точно так же мы не можем увидеть до таких нюансов планировочную структуру, где будет изображена в масштабе города, городского округа велосипедная трасса. Этому уделено внимание в пояснительных записках, вот как раз в томах, и все велосипедные дорожки, они должны появляться в новых строящихся улицах обязательно, во всех параметрах, где будут строиться новые улицы, во всех экологических парках, которые определены к созданию в генеральном плане как раз экопарк русский, экопарк заречный, все ленточные парки вдоль рек, везде там должна присутствовать велосипедная инфраструктура. По велосипедной инфраструктуре это нужно обращаться дальше к программе, которая сейчас разрабатывается, к СОД, ПКРТИ, в том числе, которая связана с общественным транспортом, как раз с улицами, с параметрами, и нужно там иметь схему велосипедного транспорта, в том числе развития. Как и схему парковок. В генеральном плане парковочную схему, допустим, мы тоже не увидим. Ну да, я думаю, что тут Антон тоже, думаю, понимает, что и не ожидает найти на генплане какую-то конкретную нарисованную велодорожку. В генеральном плане очень глубоко проработаны вопросы транспортной инфраструктуры именно в связи со 134 населенными пунктами, то есть связаны с территорией уличной дорожной сетью. Так вот, давайте мы к этому вопросу вернемся, но просто время бежит, раз уж и... Да, надо отметить одну секундочку, я быстро так не сориентировалась, не нашла последние данные, но судя по сайту Авто43, город прирастает каждый год на 6-10 тысяч машин. Если в 2016 году на каждого четвертого жителя в городе в распоряжении была одна машина, то сейчас в 2020 году ставится задача каждый второй. И как бы в связи с этим уже вопрос не только к генплану, а скорее к стратегии города, о чем мы спросим у Елены Васильевны, когда она придет, как это, собственно говоря, сводится с экологической обстановкой, с развитием общественного транспорта, здоровьем горожан и прочего. То есть если сейчас мы в провках и в дыму, в чаду, ну это мое мнение частное, хорошо, то если мы еще в два раза увеличиваем количество машин, задачу такую ставим, то при нашей, ну вообще при любой, даже самой лучшей дорожной инфраструктуре, а города стараются разгрузиться автомобилей, а мы наоборот. Но это уже в стратегию, что ли по всему. Вот раз уж затронули мы тело велодорожек и выхлопных газов и всего прочего, давайте тогда к зеленому каркасу, возможно, потому что этот вопрос тоже обсуждался уже и в соцсетях, что это за штриховка, я не знаю, как это назвать, в которой возникли вопросы там, где вот парк у дворца пионеров, если я правильно помню, сквер у ДК железнодорожников. То, что мы называем парк у дворца пионеров, то, что мы называем сквер у железнодорожников, и тут надо отметить, что во введении, это вот все в презентации на сайте городской администрации, во введении к презентации генерального плана муниципального образования города Киров, в качестве основной идеи обозначено придание импульса структурному преобразованию центральной городской системы путем перехода к интегрированной многофункциональной городской среде с активным развитием природно-экологического каркаса. И вот вопрос, значит, как этот природно-экологический каркас конструируется, и да, цепляемся за такие яркие точки, как так называемый сквер у железнодорожников и так называемый парк у мемориала. Ну, тогда и начинаем со второго, да, что вы обозначили эти две функциональные зоны. Значит, у дворца мемориала мы все знаем, что это учреждение дополнительного образования в собственности субъекта Российской Федерации, соответственно, земельный участок, который следует судьбе этого объекта. Областная земля, то есть не парк отдельно, дворец отдельно. Совершенно верно. Этот большой участок, это весь принадлежность к дворцу мемориалу, собственность субъекта Российской Федерации. И выполняя требования приказа номер 10 от 2018 года, если вот название его процитировать, об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов регионального значения. Если следует этого приказу, проектировщики, специалисты, которые разрабатывали, они так и строили подход к функциональному зонированию, то они должны указать зону, следует судьбе объекта. Ни в каких программных мероприятиях они не видели, что там должен быть парк, что там будет разделяться участок, и возникнет когда-то парк. Измельный участок принадлежит объекту дворцу мемориала, поэтому там определена зона специализированной застройки, в которой может быть дошкольно-образовательное учреждение, дополнительное образование, зона научных организаций, культура и искусство, здравоохранение, социальное значение. Ну, это всё, что может быть. Но эта зона специализированной застройки, она обозначена в генеральном плане, в проекте, как существующее. Развитие ей не дано. То есть, в показателе генерального плана нет показателей развития этой территории. Во-первых, сам мемориал, имеется в виду дворец-мемориал, и земельный участок, и мемориальные сооружения, которые там есть, всё принадлежит области. Судьбу его решает правительство Кировской области. Это первое. Второе. Правительство Кировской области никаким образом не показало, что в какой-то обозримом будущем собираются территорию передавать городу. Этого не было. Хотя разговоры об этом постоянно велись. Третье. Это не парк. Всё. Это зона, на которой могут строиться учреждения, которые перечислила Татьяна Вениаминовна. Но решать, строить или не строить эти учреждения, будет область опять, не город. Правильно? Правильно. Но я ещё раз повторюсь, что зона специализированной застройки существующая. То есть то условное обозначение, которое сейчас есть в проекте, это существующая застройка. Она в прошлом генеральном плане отображалась точно так же? В прошлом генеральном плане мы... Нет, в прошлом генеральном плане, во-первых, не было этого приказа. В 2007 году там был совершенно другой подход к документам. Там это была, наверное, зелёная зона. Зелёная зона. Ну, по крайней мере, зелёное пятно. А это приказ ещё раз какого? Это 2018 год. В 2018 году выпустен приказ областной правительстве? До этого был... Нет, нет, это Российская Федерация. Российская Федерация. Конечно. Российская Федерация – это общие требования к подготовке документов территориального планирования. До этого был приказ 2016 года, потом его отменили, выпустили 2018 года. В 2007 году был совершенно другой подход к генеральным планам. Наверное, даже можно сказать так, что не было ничего занормировано. Ситуация с ДК железнодорожников аналогична. Она точно такая же, но, наверное, даже ещё и, ну, как бы, острее, что ли, потому что там собственник ОАО «Российские железные дороги», и у них основной вид разрешённое использование – Дворец культуры и спорт. Поэтому собственник, мы понимаем, что это российские железные дороги. То есть город тут тоже ничего не решает? Это не территория общего пользования. Парки и скверы, они могут быть только на территориях общего пользования. Но что хочет РЖГ, то и сделает. В смысле спортивной инфраструктуры и культуры, да? Что хочет регион, то и сделает на территории... Докажем дорожников тоже зоны существующей застройки. Показатели развития в генеральном плане по ним не заложено. Вы переведите на наш язык, Татьяна Вениаминовна, что это значит? Раз они вам не дали документы, что они собираются в 20 лет, что это там строить. Это значит, что в правилах землепользования, которые мы будем потом приводить в соответствие генеральному плану, мы имеем право установить территориальную зону, в которой будет один вид. Ничего не поняла. То есть они не смогут сделать что-то свыше. В правилах землепользования, в которых будет содержаться вид спорт, всё. То есть уже что-то другое они там сделать не смогут. С параметрами застройки, которые сейчас у них есть. То есть участок их, но они будут играть, останется тот же. Совершенно верно. В общем, всё то, что сейчас существует в этих двух точках, если ничего не изменится до декабря месяца, так и останется. Да, точно так же по дворцу мемориал может быть описан проект. Процент застройки, весь остальной процент – это отделение. А значит ли это, у нас есть полминутки, а значит ли это, что если вот в течение этих 20 лет пока реализуется генплан, а областное правительство или РЖД скажут, не, ребят, мы хотим вот, чтобы именно в парковую зону была переведена, то этот процесс можно будет инициировать и проводить. То есть это не кирпич какой-то этот генплан, который вот однажды приняли в 2020 году и только ему следует. Ну вот по участкам, которые в собственности субъекты, да, я это представляю, потому что действительно такие планы когда-то обсуждались, что участок будет образован на два, один будет парк и по дворцу мемориал. Если когда-то это будет, да, конечно, конечно. То есть это, в принципе, это можно проводить. Давайте уйдем тогда на рекламную паузу на полторы минуты и после продолжим. Замначальника управления градостроительства и архитектуры города Кирова Татьяна Говорова у нас в студии. Дарита Пузлеева и Светлана Занько. Два часа мы сегодня говорим о генплане, который предстоит принять Кировской городской думе в декабре месяце и действовать он будет 20 лет. 211-101, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Возможно, на какие-то аспекты вам хотелось бы обратить внимание. Также у нас есть телефон 8-909-720-101-0. 909-720-101-0. Вайбер, WhatsApp, SMS. Точно так же можете нам написать свои мысли по поводу генерального плана. Основным стратегическим замыслом проекта, цитируем мы презентацию на сайте администрации, является создание эффективного инструмента управления территориальным развитием. В том числе определяет в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направление и границы развития транспортной и социальной инфраструктур, обеспечивает сохранение, внимание, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и способствует экологическому благополучию. И направлен, это вот прямо выделено в рамке генплан, на улучшение качества городской среды и качества жизни населения. Это очень важно. А у нас есть звонок от населения. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Надежда. Надежда, добрый день. Во-первых, вот мне очень интересно, почему нашими территориями командует Москва. То есть им лучше видно, что нужно жителям. Вот это очень странно. То есть они будут давать указания, а мы должны это исполнять. Вот это я очень даже не согласна. Вот еще, значит, у нас будет высотное строительство в сторону Радужного. Вот вообще непонятно, зачем высотное строительство. Во всем мире это сейчас не приветствуется. Строится индивидуальное жилье. А у нас почему-то столько земли, и все стремятся удовлетворить потребности строителей. Это неправильно. Ага, Надежда, у нас строители будут во втором часе, мы ваш вопрос им адресуем. Ну, да, они заинтересованы лица, что они спрашивают. Не-не-не, Надежда, не надо на поводу строителей идти. Мы спросим. И второй вопрос. Каким населением хотят заселить эти территории? То есть людей, которые приедут сюда из районов, а районы оголяются, и там вообще некому останется работать в сельском хозяйстве. Это неправильная политика. Спасибо, Надежда. Значит, три момента. Ну, по-первыху, я думаю, Татьяна Вениаминовна уже ответила. Надо попросить, Надежда, мы вас, правда, очень просим переслушать начало нашей программы. Мы как раз с этого начали. Подробно Татьяна Вениаминовна рассказала, почему москвичи, они не командуют, а исполняют заказ городской администрации. Второе, это высотное строительство и границы территории. Генплан определяет как раз. Да, добрый день. Ну, вот как раз хорошо, что вы задали вопрос про высотное строительство. Как раз в этом проекте генерального плана мы переходим, и доминирующий тип застройки – это среднеэтажная застройка. Среднеэтажная застройка – это восемь этажей. И как раз в сторону территории Радужного, о чем вы говорите, это 130 гектар территория, которая планируется как раз к жилой застройке. Там будет преобладать среднеэтажная застройка. А генплан в этом плане к чему-то обязывает строителей? Да, обязывает. Там как раз определены функциональные зоны. Если вы посмотрите, там по фронту улиц выполнена застройка смешанная с общественной застройкой. И разделение на кварталы, как раз переход от микрорайонного типа, от больших единиц территорий, квартальные нарезки. Кварталы – это очень небольшие жилищные такие единицы. Там среднеэтажная застройка. Фронт улиц – это будущая улица Попова, продолжение улицы Попова, которая идет в сторону Нововятского района. Мы так называем это южный планировочный центр. Как раз по фронту улиц формируется общественная застройка с магазинами, с кафе. И внутри квартальная застройка среднеэтажная. Поэтому высотное строительство как раз уходит, все правильно. Я боюсь, что для Надежды 8 этажей – это тоже высотное строительство. Для меня, признаться честно, тоже. Но это среднеэтажная застройка. 8 этажей – это максимальная. 8 этажей – среднеэтажная. Она начинается с 4 этажей. То есть застройщик будет выбирать, конечно же, разное жилье. И 4, и 5, и 6. 8 – это максимальная. И могут быть какие-то высотные доминанты, которые тоже будут упускаться как раз в зоне общественной застройки. Вот они могут быть высотные. Вы спрашиваете техники… Население. Как население, как показатели стыкуются с функциональным зонированием. Как раз вот в этом случае определяются показатели по количеству садиков, по школам, по объектам здравоохранения. И это зависит. Вот сейчас, если здесь среднеэтажная застройка и, допустим, общественная и высотные доминанты вдоль улицы Попова, значит, рассчитывается количество садиков и школ и их радиус обслуживания для такой территории. Если бы мы перешли на высотное строительство 17 этажей, то гораздо больше надо было бы закладывать показатели на объекты социального значения. Вот сейчас показатели заложены на среднеэтажную застройку и смешанной вдоль улицы Попова. Ну, это такая история, на самом деле. Я хочу вам вот что сказать. Я себе представляю там микрорайон или квартал, пускай будет квартал, где стоят два красивых многоэтажных высотных 40-этажных дома с великолепными панорамными видами, с шикарной вокруг территории зелёной, с хорошим там школой, садиком, неважно. Но и всё, территория зато для них великолепная. А теперь мы 40 этажей разделим на 8. То есть каждый дом — это 5 домов. То есть вместо двух домов у нас стоит 10, Даша. И вокруг 10 домов, ну, на той же территории, можете себе представить, какой может быть там парк, зона и так далее. Так что насчёт того, Надежда, что хорошо всё-таки, высотное строительство и большая красивая благоустроенная территория. У нас вроде бы нет дефицитов территории. Или среднеэтажное строительство и плотная такая, упакованная улицами, дорожками, проезжей частью территории. Это ещё вопрос. Ну вот смотрите, момент, да, вот в презентации тоже есть озвучена такая проблема, как неравномерность распределения населения. То есть есть участки, где на гектар приходится, я не буду называть цифры, чтобы не соврать, но то есть плотничком есть участки, где население очень сильно разряжено по территории. Так вот, может быть, среднеэтажное такое строительство, оно компенсирует вот это вот неравноверное распределение населения? Нет? Та низкой плотности, о которой вы говорите, это сельские населённые пункты. Если вы смотрели презентацию, в ней очень хорошо читаются цифры по распределению территории. И вы видели, что у нас границы жилой застройки, вообще урбанизированной, они в два раза меньше, чем всё остальное. У нас сельхозземельное значение в два раза больше преобладает, чем те границы населённых пунктов, которые мы с вами имеем. Поэтому плотность, представляете, какая в сельских населённых пунктах на тысячу человек может быть. Конечно, она там низкая, но в сельских населённых пунктах там у нас никакой застройки не предполагается. Сельские населённые пункты, 134, они практически остаются в всех своих границах, и развитие им сильного не задаётся. Давайте мы с вами позначим, сейчас у нас остаётся буквально 4 минуты завершения эфира, первого часа. Мы продолжим во втором часе. Основные проблемы, которые отметил заказчик, а это городская администрация, которые нужно было решить генеральным планом. Ну вот, что у нас в Кирове с проблемной зоной. И какие современные инструменты, новые возможные инструменты, новые идеи в генеральном плане появились? Ну вот, по цифрам реализации, наверное, это и были основные проблемы, что реализован старый генеральный план на 200% как раз по жилищному строительству. То есть мы превысили в два раза по жилищному строительству, норматив установленный генеральный план. И реализация по экологическому каркасу, по транспортной, там по транспортной, допустим, структуре и по инженерной 0% до нуля выполнения. То есть мы настроили на 200% жилья от транспорта и экологии нет. Да, аварийного фонда. И вот как раз все проектные показатели, которые заложены, они призваны впоследствии разработать программы, участвовать в национальных проектах и постепенно приходить к выполнению показателей, которые закладывает новый проект генерального плана. Я прошу прощения, я вовремя просто не заметила СМС. Немного назад вернемся. Илья спрашивает, что можно и что нельзя построить в зоне общественной специализированной застройки и каким документом это регулируется. Возвращаемся в мемориал. Хорошо, я уже перечисляла. В зоне специализированной застройки там могут находиться дошкольные образовательные учреждения, объекты спорта, научных организаций, культура и искусство, объекты здравоохранения. Но, как я уже объясняла, после генерального плана будут приводиться в соответствие правила землепользования. То есть это ПЗЗ все? После утверждения генерального плана правила землепользования обязательно нужно будет вносить изменения. И вот тогда эту территориальную зону, которую мы будем создавать, допустим, для ДК железнодорожников, для территории, мы можем там включать один только вид разрешенного использования, спорт, как у них сейчас есть, объект культуры, который тоже у них сейчас есть, параметрами, которые в правилах должны быть утверждены. И они сейчас у нас тоже есть. Для этих объектов будет утверждаться процент застройки существующей, допустим, 30% застройки. И получается, что они будут использовать свой земельный участок именно по тому виду разрешенного использования, который есть, и процент застройки не будет позволять акционерному обществу железной дороги строить что-то еще. — Минутка остается. Вот начали мы говорить об экологии. По прошлому генплану не удалось выполнить вот эту обеспеченность зелеными насаждениями на каждого жителя. В новом генплане что? Как-то учитывались вот эти старые показатели? Учитывались, я имею в виду, с той точки зрения, что их совершенно не удалось выполнить. А тут-то мы их как выполнять будем? Что-то изменилось в этой части? — Ну, все было, конечно, проанализировано, все, что не выполнено. И проект генерального плана, он отчасти ведь преемственный тому документу. Никакой революции в новом генеральном плане не делают проектировщики. И если мы знаем, что у нас есть заречный парк, то снова мы закладываем развитие заречного парка и участие в проекте, государственном национальном проекте «Экология». Допустим, развитие вдоль малых рек, мы всегда об этом знали, всегда хотели, и сейчас уже много сообществ образовывается вокруг этих рек. Они точно также заложены единым формированием лошадной территории. И до, по-моему, 600 гектар озеленных территорий, то есть это вот нужно создавать, такая цифра заложена. В результате мы придем к нормативному показателю 17,2 на человека зеленых насаждений. И вот ответ еще Антону Абатурову, который создавал по велодорожке, где она может быть? Допустим, в генеральном плане в проекте планируется создание единого зеленого маршрутка «Вятка» от микрорайона Северные ворота до Дендропарка. Северные ворота это где? Северные ворота это Филейка. Филейка. Вот, до Дендропарка. Это уже Нововятский район. То есть вот такой протяженный маршрут зеленый, который как раз и может себе содержать и должен велосипедную инфраструктуру. Первый час нам на этом пора завершать. Татьяна Говорова останется с нами во второй час и присоединятся к нам еще строители.